Я же говорю, я какой-то неправильный джиппер. Все джипперы привозят с собой тонны еды, холодильники, мясо. А я вон эту мывину кушаю, макролапшу. И яичко, кабанчик, огурчик, помидорчик. Неправильный из меня джиппер, неправильный. Добрый вечер. Это опять я с очередным приглашением вас покататься вместе со мной в этот раз. Будем кататься в горах Айлаты, в моем самом любимом месте. Проедем по Нахали-Тек, ручее Тек. Проедем опять на гору Берех, на которую я совсем давно показывал. И еще, еще, еще спустимся по Малеша-Харут. Второй день поедем по заповеднику опять большие ручьи на Хали-Магдулии. И как вы догадались, это очередная моя покатушка с моими джипперами. Но в этот раз он начинается уже в среду. Я сейчас на ночной стоянке за поселком Бер-Ора. Вот, ночую я сегодня в своем любимом джип-отеле. Вот такой вот он сегодня у нас. Если вы заинтересованы, посмотреть, узнать, Ялладские горы, я вас приглашаю подписываться, традиционно ставить лайки. И поехали, будем смотреть. Завтра все начинается интересное. Завтра все начинается интересное. В общем, еще раз всем привет. Сегодняшний наш маршрут, сегодняшнее наше путешествие начнется по ручью Рахав, потом ручей Нахалетек. Приедем в Гадейтек. И поднимемся почти до 12-й трассы, до военной базы Угда, поселок Шахарут. И спустимся по Маалет-Шахарут к 90-й трассе. Там заночен в одном из ханов. И потом в пятницу еще один маршрут в сторону дома, но об этом уже спешим в пятницу. Сейчас мы едем по руслу ручья Рахам. Его длина 17 километров. И, как я сказал, Нахалетек впадает в Рахам, когда есть наводнение, когда есть дожди. Русло очень широкое такое. И свойственно Илладским горам одинокие акации стоят. И вокруг горы, горы, горы. За что я люблю Илладские горы? За то, что здесь настоящее живое сафари. То есть местные лосики, как я их называю, можно ехать и вот так вот спокойно смотреть, наблюдать за ними. Они даже не боятся. Стоят, спокойно гуляют, могут подойти спокойно к палатке, если вы на каком-то кемпинге. Здесь вот настоящая дикая жизнь. Мало кто знает, но в Илладских горах тоже есть некое подобие Махтешин. Ну, точнее, осколок. Если посмотреть, вот эта вот часть, тоже наклоненная, тоже была два горы по такому же принципу, как и Махтеш-Гадоль, Махтеш-Рамон, Махтеш-Картан. Но здесь ничего не сохранилось. От этого только вот такой вот кусочек. Там внизу Гефритек. Гефритек, это такой природный водоем. В Интерскале, где может накапливаться вода, и где нужно купаться. Там понизу проходит маршрут пеший. Вон там вот. А над ним нависает вот такая скала, где мои джиперы делают гимнастику, щицу, джиу-джицу. Я не знаю, что они там делают. Разминают косточки. Какая-то гимнастика пошла не в том направлении. В общем, поднялись сейчас по Малей-Тек. Вон оттуда, вон дорога, дорога, дорога. Такой слегка приключенческий. Ну, то есть ничего сложного для таких машин, как у меня. И немножко приключенческий будет для всяких Subaru и им подобных. А всякие RAV4 и попроще вообще не проедут его. Но такой интересный, очень классный маслюль. Очень классный маршрут. И виды. Все классно. Израиль. Страна маленькая. И поэтому делай один маршрут. Обязательно оказываешься в местах, в которых уже бывал. Итак, в этот раз. Опа! И опять обратная сторона долины Тимна. Мы заехали на гору Берех. Здесь делаем короткий перерыв на кофе. И потом продолжим по Ручью Меток, по которым я тоже уже проезжал совсем недавно рассказывал. Кто не видел, ссылочка есть. Сейчас где-то наверху здесь появится. Кстати, на гору Берех можно приехать на обычной машине. Это займет больше времени, чем у нас. Потому что дорога вполне проходима. Нету ничего сложного там. Просто такая немножко... Немножко разбитая, но проходимая для всех машин. Поэтому, если у вас будет возможности и желания, обязательно приезжайте, чтобы увидеть этот вид. Который, кстати, считается одним из самых красивых видов Израиля. В общем, в ручье Меток мало что изменилось с моего последнего визита сюда. По-прежнему такой же красивый. Каменистый, слегка приключенческий. Ничего сложного. Но если у вас есть силы, желание пройти пешком, можно пешком. Ну или нужен хороший джип. Обычный джип, наверное, здесь. Обычный 4х4 здесь, наверное, не проедет. Хотя, очень осторожно можно. Мы сейчас едем по руслу ручья Увда. В долине Увда. Мы подъехали к забору военной базы Увда. В общем, тоже место Увда. Долина Увда. Здесь проводилось очень много археологических исследований. Было найдено более 700 всяких древних, античных, сельскохозяйственных ферм. Многие из них были на территории военной базы. В Истоке их оказались. Но управление древности договорилось перенести их, изменить территорию базы так, чтобы они остались вне военной зоны. Бойтесь своих желаний. Когда-то, два или три года назад, я ходил здесь гулял и по Илладским горам, и мы поднимались в Маалеша-Харут. И тогда я увидел эту джиповку и подумал, вот было бы круто по этому маршруту тоже на джипе проехать. И вуаля! Маалеша-Харут для джипов. Сейчас мы его будем спускаться, подниматься. Не знаю, какой он с точки зрения тяжести. Не думаю, что будет что-то сложное. Но я уверен, что с точки зрения красоты пеший маршрут все равно красивее. Тогда было супер-супер красиво. Такие там были скобы, скалы, ответственные виды. Очень круто. Но все равно интересно проехать и это. Тем более виды такие, Илладские горы. Это у нас Иордания. Виды такие, Илладские горы. Красота. Красота. Самое красивое место Израиля. Илладские горы. Маалеша-Харут очень красив и очень в кавычках опасен. Вот вид, а вот туда обрыв. А вот опять вид. А вот опять туда обрыв. Я не знаю, видно ли здесь, но пеший маршрут по Маалеша-Харут проходит вот здесь по этому руслу, среди вот этих камней и поднимается вот по этому ответственному водопаду. Не знаю, видно ли, не видно, но очень крутой маршрут. Очень красивый. Эх, я думаю, что не видно. Я боюсь шлепнуться туда вниз, поэтому близко не подхожу к краю. Но очень круто. И вот там вот тоже есть водопад подниматься. Очень классно. Ну, в общем, Маалеша-Харут оказался таким слегка прикрытическим для джипов. На спуске еще нормально, на подъеме будет гораздо сложнее, но тоже проходимо. Интересно для таких настоящих джипов. Обычные не пройдут. В общем, по некоторым причинам мне пришлось закончить это путешествие, раньше запланированное. Но про долину Больших рек, где был запланирован маршрут второго дня, я уже рассказывал. И можно посмотреть по ссылке в описании. Всем же, кто досмотрел, спасибо. Делитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии. Они помогают продвижению. И подписывайтесь. Увидимся в новых путешествиях.